Вы слушаете программу Вадима Голицына «На волне стремлений». Здравствуйте, в студии Вадим Голицын, в эфире программа «На волне стремлений». В гостях у меня группа Rain Day Station, ну не группа, скажем так, некоторые ее участники. Я так понимаю, что не все, но тем не менее, представляю вашему вниманию Вадима и Арсения. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ребята пришли по поводу того, что вышел новый у них альбом. Если можно это назвать альбомом, потому что в социальных сетях это позиционировалось как мини-альбом. Сети не врут, да, это такой мини-сборочек, там всего лишь 4 песни оригинальные и 3 ремикса. Поэтому действительно это EP, Extended Play. Но группа существует уже где-то год планов, да, примерно. Но от идеи создания группы прошло 3 года, в 2010-м мы создали идею и еще год ждали, пока поднялся остальные силы. А идея в чем заключалась? Чего не хватало? Почему возникла вот такая идея, такого проекта? Изначально идея родилась как просто джем на студии с Вадимом и еще был барабанщик группы Breakfast at Tiffany's с нами. Просто джемили на студии, придумывали какие-то темы, потом наши пути с барабанщиком разошлись, мы сидели без барабанщика некоторое время. Придумывали какой-то материал так. Барабанщик в итоге нашелся? Для группы. Нашелся. Кстати, у меня немножко другая версия основания группы. Мне интересно было послушать одно, и я начну. В общем-то, это все немножко проще. Джема, как такового, не помню. Был какой-то момент, может быть, года 3 назад, 4, а то и 2. Такая некая волна была у Нью-Вейва. То есть народ просто перс от Нью-Вейва снова, снова и снова. Джо Дивижн садила. И мы, мне кажется, просто сели и подумали, а почему бы тоже, собственно, не попробовать? Чтобы местное такое. Ну, не, ну, весного много достаточно такого. А решили свои силы попробовать, в этом собрались, и, наверное, все-таки так это было. Джем не был бездуманным, джем был целенаправленным. Ну, и вылилось во что вылилось вот так. Проект живет. Проект живет. И развивается. Да, и развивается, к счастью. Не всегда это просто, но он все еще как-то с имя оглоблями шевелит. Ну, ребята, немножко отойдем от Rain Day Station. Я знаю, что Арсений так же играет и в других группах, да? Да. По крайней мере, играл. Да, по сей день играю. У меня есть еще несколько проектов, в которых я задействовал. Вадим, у тебя тоже? Да, есть, но не буду афишировать название по этому, потому что они пока еще зародыши. Ну, для тебя сейчас проект Rain Day Station является основным. Да, он и будет основным в любом случае, потому что я, как один из отцов-основателей, навряд ли свидетельщик еще так прошу. Поэтому, конечно же, все-таки это для меня примарный проект будет. В каком стиле вы играете? Ну, изначально задумывался как постпанк, но невозможно играть в какой-то стиль, если ты, наверное, за деньги не получаешь и за копирку. Поэтому, в принципе, наверное, нас мотает от чего-то к чему-то, но звучание довольно мрачное, лично по мне. И отчасти, да, это постпанк. Наверное, через свою призму просто принесем. Вот, то есть можно на этом становиться. По поводу копейки, за которую можно делать какие-то определенные шаги в музыке, вы не получаете совсем ничего со своего проекта? Ни одна копейка не может сравниться с моральным удовлетворением, которое вот это получается. То есть это главное? Конечно. Для себя все. То есть копейку ты где-то зажал? Окей, у нас трое, поэтому три копейки у меня есть. Кто-то что-то не договаривает в проекте. А это в юанях, ну что, чем? Я сам не захочется отбежать. Ну вот вышел альбом, как он называется, кстати? Sober Dance. Я думаю, такого слова нет на английском. Это смешение двух слов. Трезвый танец. То есть, ну, трезво танец, наверное, если переводить на русский. Ну, бывает такое. Люди трезвые танцуют. Это, по-моему, хорошо и замечательно. Ну, название EP дала песня, Super Dance, одноименно. И я просто могу даже вкратце историю рассказать. Вот слова написаны по поводу того, что когда-то мне пришлось учиться танцевать, будучи взрослым человеком, адский дискомфорт мне доставил. Потому что не умею, не люблю, но тогда надо было. Это сейчас реальная история. Да, это реальная история. Которая выгла в основу песни. Да, да. Более того, я вот пританцовываю, я прекрасно понимаю, что выглядит очень странно. Я, видимо, был похож на инвалида, которого не только с физической, но и с умственной тоже что-то активностью случилось резко. И вот слова не то, что пришли разом, но идея пришла совершенно точно, закрепилась в своем сознании. Когда мы стали джимовать, ну, джимуем, как правило, так песни получаются, как-то вот пошло-пошло, это вышло, и я выболтался. Поэтому Super Dance, это, в принципе, сборничек с некой историей такой, да? Историей дискомфорта, которая возникла при обучении танцам. Ребята, так под эту музыку можно танцевать, по вашему мнению? Кто-то умеет. Кто-то даже, вот, играешь, бывает, смотришь, кто-то приплясывает. Я не скажу, что эти люди божественно двигаются. Вот то, что я слышал, меня, наоборот, поверило в такое, знаешь, задумье. Посидеть, послушать и подумать над чем-то таким глубоким, может быть. Потому что есть такой мрачный момент, да, но танцевать меня точно не повело. Дело в том, что концерт энергетика отличается от записи. Там все-таки все живую, там, молотит наш барабанчик, не щадя живота своего. Ну и Арсений тоже выдает кренделей. Народ на чистой энергетике иногда начинает приплясывать. И во-вторых, ведь все по-разному осознают этот мир. Кто-то пританцовывает, понимает и думает лучше, поэтому я думаю, что... А кто-то на концерте трезвый танцует. Это я. Я вынужден это делать. У вас три человека в группе. Да, четыре уже. С недавнего времени у нас было четверо человек. Он еще не играл ни одного концерта, мы с ним только наигрываемся. Его зовут Маргус, он клавишник. А до этого, значит, были... Это было Пауэр Трио. Это барабанщик. Яна Басу, также Голосиучета и гитарист Арсений. По поводу Голосиш, это твой же вокал в песнях? Это он. Ты считаешь себя певцом, вокалистом? Нет, конечно же, не считаю. Просто дело в том, что когда мы, скажем так, разбирали роли, никто не захотел просто петь. Мне сказали, ну, дружок. Все постеснялись, что ли, Арсений? Лень просто. Я вроде как оказался... Не у всех такой прекрасный чистый английский, как у тебя. Вот. Вот, да, но, собственно, может быть, это и было объяснением, но тогда просто никто не хотел. Вот сейчас он придумал. Выбора не было спасать. А может, басисту просто-напросто легче всего принимать вокальные партии? Честно говоря, сложнее, на самом деле. У него уже меньше всего работы. Это практически личное оскорбление, которое ему сейчас было. Я не музыкант, ребята, простите. На самом деле, люди, которые пробовали играть на басу и петь, обычно говорят, что это гораздо сложнее, чем петь под гитару. Потому что... Нет, по праву. Люди, которые пытались петь, играть на басу, говорят, что у них просто не было выбора. А, вот так вот. И просто калипоя. И они играли на басу до этого по каким-то стечениям обстоятельствам. Поэтому я думаю, что вопрос мне такой ответ. Хорошо. Ребята, предлагаю сейчас ознакомиться с вашим творчеством. Что-нибудь послушаем как раз вот с нового альбома. Давайте как раз Soberdance. За главную песню. Да, за главную песню, чтобы раскрыть все точки сразу. Reinday Station у меня в гостях. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова была еще и другая функция. Так, допустим, два ремикса, которые открывают секцию ремиксов на нашем IP, они сделаны с Сергеем Немайером, который также делает мастеринг. А Сергей Немайер достаточно крупный, достаточно старый наш местный электронный музыкант, который, возможно... В старом смысле опытный. Опытный, да. Он из того поколения... Крупный в смысле небольшой, а просто маститый. Из того поколения местных музыкантов, которое было до нас. Это поколение Руслана ПИКС и Немайером. Многие знают по его сольному проекту Немайер. Многие, может быть, помнят его по проекту Сумерки и Юдзока. Вот так сейчас Арсений сказал, поколение до нас это поколение Руслана ПИКС, а вот я вот как раз поколение Руслана ПИКС. То есть я уже не в вашей струе музыкальной. И последний ремикс на альбоме, он сделан человеком, который рисовал нам артворк. У него творческий псевдоним Ченг Чу. И он нарисовал нам замечательных ворон. И сделал замечательный ремикс в своем стиле, таком индустриальном. То есть мы на самом деле хотели бы поблагодарить отдельно этих людей, кто помогал нам в записи этого альбома. В частности, Сергея Немайера, Ченг Чу, Кирилла Кроули, который вообще сводил все это дело изначально из Ирландии. Вот. Ребятам большое спасибо. И огромный привет. Огромный привет, конечно, Сталин. И 100 грамм записи, разумеется. Наш стандартный выбор для записи. Куда уж без этого. Ребята, а с чего вообще вдруг возникла идея сделать ремиксы? Почему не захотелось, может быть, если не хватало материала, немножечко отложить все это дело и поднабрать композиции и выпустить полноценный альбом? Или же это все так с течения обстоятельств? Наверное, мы хотели бы видеть солидней. Тут у нас есть альбом и ремикс. Как тут, наверное, так, мне кажется. Ну и плюс не хватает все-таки материала на большой альбом, записанного уже так-то, конечно, есть. Если мы бы телепозрали четыре песни, например, разум было бы немножко не готово. А тут была возможность замечательные бонусы добавить. Которые просто, по-моему, шикарные. И получилось достаточно интересно с ремиксами тоже. Какое-то в конце альбома переосмысление и другая перспектива на те же самые песни. Сами посмотрели на свой материал со стороны. Мы сами посмотрели. И когда я получил новоиспеченный пирожок, уже прослушать весь и пить целиком, получилось очень стройно в целом. И получилось какое-то такое другое настроение даже. Но вы ожидали того, что когда собрали четыре композиции, вы сами хотели сделать ремиксы? Или же... Да, это изначально было запланировано. Но вот сейчас, когда я увидел ваш альбом, где-то буквально несколько дней назад, я прослушал, прослушал ремиксы. И знаете, у меня только родилась какая-то ностальгия по времени, когда это в начале девяностых выпускалась масса дисков, где было две песни и остальное все ремиксы. Вот. Тогда это было повально. Потом это ушло куда-то и последние уже сколько лет, я не знаю, ну лет десять так точно выпускаются у всех полноценные альбомы, дуэты. Но вот такого, чтобы ремиксы я не встречал. И тут я прям как-то поностальгировал. У Ханны Лисусма был сингл Абсолютсольд, на котором было 14 треков. Вот, вот, вот. Один, если мне не изменяет память, оригинальный трек Абсолютсольд, потом шел радио эдит, укороченная версия, а дальше ремиксы на эту песню от разных исполнителей. Да. Это сингл. На синглах ремиксы тоже очень часто встречаются обычно. Но тем не менее, в перспективе-то все-таки задумывается полноценный альбом. Да, конечно. Вот мы попробовали что-то вообще выпустить. Выпустили. Нам понравилось. И вот мы, я думаю, в следующем месяце начнем полноценную уже запись. Альбом, наверное, песен 10, может быть, будет. Ребята, вообще какая-то критика была, вот помимо того, что друзья знакомые, понятно. А вот незнакомые люди SoundCloud выкладывали что-нибудь, какие-то отзывы? Там не укладывают обычные отзывы. Там, наверное, просто не лайкают, наверное, мне кажется, если не нравится. Ну, честно говоря, я пока не встречал. Но времени мало прошло. Можно сказать, у нас премьера сегодня в эфире. Так можно сказать. Так и есть. Так и нужно сказать. Да, эксклюзив, да. Может быть, после этого повалятся на нас гневные отзывы. А может быть, повалятся предложения о сотрудничестве. Предложение прийти и послушать вместе сие творения, чтобы больше не выпускали чего-то. Будем надеяться, что да. Ну, а знакомые-то говорят вообще что-то? Да, ну, в основном по звуку какие-то нюансы. Я думаю, что их не стоит сейчас обсуждать, потому что они, ну, как-то не будут понятны на слушателе. По частотам в основном, там, а кто не то сыграл, да как ты. Знаешь, круг знакомых, он тоже соответствующий в основном. Да, это критика и музыканты. Ну, кстати, да. Музыкантов полно среди ваших знакомых. Ну, вот они-то что-то говорили наверняка. Хитро прищурить, да, говорили. Это, знаете, как частенько бывает, когда ты выпускаешь какой-то творческий продукт, будь то музыка, будь то спектакль, выставка картин. И когда приходят твои знакомые, тоже творческие люди, как выяснить, понравилось им или не понравилось. Если не понравилось, они говорят, ой, такая замечательная выставка, такой замечательный альбом, всё так хорошо написано, какой спектакль замечательный. А если им понравилось, и они понимают, что это круто, они подходят, говорят, ну, да, очень хорошо, спасибо. То есть такая какая-то зависть просыпается внутри у человека, и поэтому можно... Ну, вот я таких людей очень много знаю и видел. Возможно, театральная среда всё-таки немножко отличается. Возможно, возможно, возможно. В любом случае, мы ждём рецензию в журнале Плук, насколько я помню. Да. Плук обещал дать официальную рецензию. И им не дать взятки, они будут писать правильно. Но они же ваши друзья. Нет, тут в профессиональный уровень отпадают все дружеские связи. Только правда, только. Но это же издание. Культурное. Культурное издание о другой культуре. Когда выйдет этот Плук с рецензией? Это, наверное, вопрос к редакторам журнала Плук. Он перестал издаваться на ежемесячной основе из-за проблем с финансированием, если я правильно помню. Но в одном из следующих номеров. Ну, подождём, почитаем. Ну, а мы послушаем сейчас что-нибудь ещё. Я думаю, стоит послушать песню Letters to Evo. Это второй трек, который логично продолжает начатый первым треком. Не ремикс? Нет. Слушаем сегодня только оригиналы? Да. Rain Day Station у меня в гостях. Слушаем сегодня такую музыку. Играет музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Вы слушаете программу Вадима Голицына На волне стремлений Еще раз здравствуйте в студии Вадим Голицын А значит в эфире программа на волне стремлений В гостях у меня Rain Day Station Арсений и Вадим Вадим, а кстати, а почему на английском все? Это вот твое личное отношение Или же выбор пал на этот язык? Все очень прозаично на самом деле А русский такой язык для меня лично Это мой родной язык И я совершенно, наверное, с большой критикой и эпитетом Отношусь к своему умению что-то писать по-русски Я не умею писать по-русски, лирику абсолютно Может быть прозу могу, но стихи для песни точно нет И просто чтобы не писать ерунду Я решил все-таки избрать английский Тут нужно на определенном уровне иметь Вот я в поэзии русской совершенно ничего не смыслю А в английском? Там немножко другой подход Ты себя свободно чувствуешь? Ну, в плане песен, да Но в плане стихов, конечно же, нет Но ты уверен за те тексты, которые ты пишешь? Ну, я могу дать проверить, скажем, знакомому язычному Есть такие люди, они смотрят Но у меня такой подход Я не пишу стихов, в принципе Это такая цепочка неких ассоциаций Которые только лично я понимаю Поэтому, в принципе, наворотить там ерунды невозможно Потому что изначально подход другой Я не преследую каких-то глубоких мотивов и целей То есть что-то кому-то рассказать Это скорее просто такие небольшие формулы лирические Мне немножко проще это сделать на английском, чем на русском все-таки А расскажи немножко еще о песнях самих Вот ты рассказал историю одной песни в начале нашей беседы О чем вообще пишешь? Чего хочется донести? Каков месседж? Так вот, не хочется Вот этого Это просто какие-то мои мысли, которые, я думаю, и она есть никому не интересна Просто такая некая магия небольшая Вот Арсений никуда свою партию играет, да То есть когда он играет, он явно ни у кого не спрашивает Зачем и к чему он это делает Вот Наш барабанщик может выкинуть какой-то форт или непонятный Тоже народ может не понять, но какая ему разница То же самое я вкладываю от себя Вот такие вот частички какие-то вкрапляю Которые, ну, нет, конечно, если кого-то интересно Может что-то там послушает по-своему, поймет Слава богу Но никакого глубинного месседжа точно не несу Это совершенно точно Это не какая-то философская у нас направленность музыки У вас в группе каждый делает все, что хочет, насколько я понял По словам Вадима А как вы вообще коммуникацию находите правильную? Ну, мы сыграны как музыканты Мы притерлись Да, у нас раньше были большие разногласия А, все-таки был такой переворческий Ну, как? Ну, наверное, все музыканты, когда притираются, начинают немножко так грызться И тут же вопрос воспитания, видимо, и способности слушать друг друга Вот, видимо, у нас он забладал, и мы притерлись Сыгрались Мы знаем просто рамки, кто куда может приятно заскочить Вот, видимо, не возникает по этому проблем На репетициях точно Ребята, а вот, Вадим, по твоим словам Вы не хотите ничего сказать конкретно Никому ничего доказать не хотите Своим творчеством Но, тем не менее, вы, как бы, альбом выложили, сделали На суд слушателей Желания популярным быть Вот с такой музыкой нету? Я, видимо, не очень хорошо знаю, что такое быть популярным с такой музыкой Если поширь бы Ну, вообще, хочется известности? Я думаю, Алексей Лучше ответил на этот вопрос У него такая устоявшаяся точка зрения Вообще, хочется, чтобы люди интересовались Спрашивали, а когда выйдет следующий альбом? А где можно послушать вас вживую? Вот такой момент Тут лукавить-то нет смысла Конечно, хочется, чтобы музыка отзывалась чем-то в сердцах людей, которые ее слушают Ну, а что касается какой-то безумной популярности, то такого желания нет То есть, прежде всего, хочется познавать этот мир через музыку Ну, и вернемся к тому, что сказал Вадим Удовольствие для себя самого Прежде всего Первоочередно, на самом деле Да, но тем не менее, концерт у вас есть Вы же играете где-то? Случаются, случаются То есть, если раньше это была какая-то такая точечная Точечные какие-то выстрелы То сейчас можно делать уже полноценный концерт Это первый альбом? Да, дебют Релиз от этой группы первый Вот, теперь можно уже делать отдельный концерт Reinday Station Сыграть три песни и поставить ремиксы записи Ну, можно тоже какой-то перфоманс в этом смысле организовать Наверное, можно Но пока, наверное, не готовы просто морально даже этим заниматься Пока хотим, наверное, чуть получше сыграться Чуть получше придумать материал еще Ну, в этом плане перфекционисты, конечно Я думаю, в начале Нового года мы презентацию нашего EP, конечно, устроим Единственное, что это не будет, конечно, сольный концерт Reinday Station Сольные концерты мы оставим в группе YouTube Я думаю, просто бы в ларьке продавать Печатанные диски, ну, очень нормально Ну, можно еще на углу стоять, в магазинах каких-нибудь больших флешки раздавать Все думали о флешках Это что же такое, знаешь, ход Никто же флешки не раздается со своими альбомами Ну, по-моему, есть уже такие песни Да? По-моему, да По-моему, где-то уже было Идею родил Вот нет, агиат Ну, а так, в целом, наша главная цель сейчас Это сыграть на Tallinn Music Week Мы подали заявку Ответ еще не пришел Ответ будет где-то в начале января, по-моему Да, они отберут, по-моему, да? Как-то что-то произойдет, будет Но там так работает, что промоутеры разных сцен Выбирают себе исполнителей из списка, подавших заявку Каковы критерии там? Ну, я знаю, наверное, там несколько человек отбирают, да? Ну, рамки какие-то есть? Каждый промоутер на своей сцене выбирает себе группу И критерии, я думаю, вполне субъективные Нравится, не нравится Ну, и, наверное, по сцене каждую примерно сфистически Так образно подбирают То есть, чтобы разнобоя тоже не было Они же надеются на целевую аудиторию Иначе Ну, в любом случае, вы себя позиционируете как фестивальный проект Что такое фестивальный проект? Ну, то же самое, Манка Бутик Ну, на Манке мы играли два раза Если да, то да Вот такого плана, тот же самый Мы вообще готовы везде играть Спутник Арсений На Спутнике пока еще не выступали Тема не было Вот со Спутником там более жесткая просто отбор, чем на Таймзик Вики, надо признать Поэтому туда пока не попали Нам сказали, а если выпустите это в продажу и золотой статус получите, возможно, мы рассмотрим вашу заявку За определенную плату еще, наверное Да и не за одну, тут тремя копейками уж не обладаешься Поэтому, собственно, пока ничего не светится со стороны Спутника Думать надо было, когда зажимал Да, вот, оказывается, в группе творчество сработано, а вот материальная сторона не сработана Мы же музыкантом же не умеем Шутки, шутки А может, вам завести администратора? Есть Черт возьми, хотел опять же предложиться Есть у нас и давний аппарат администратор, наш барабанщик Он же Он же Хорошо, ребята, ну а если брать в перспективе, как вы сами думаете, это долгосрочный проект? Ну, так сказать, сложно, но исходя из того, что он уже три года, в принципе, существует, наверное, это не однодневка, в принципе, для нас сами Я думаю, что если уж мы решили писать уже полноценный какой-то там альбомчик, то я не вижу причин, чтобы он взял и закрылся резко вот так, представление Поэтому, скорее всего, может быть, не такой, не на 30 лет, конечно, но в перспективе он еще поживет, однозначно Кто-то недавно или, ну, полгода назад, я помню, в социальных сетях писал, что точка невозврата два года, что 90% групп распадаются за первые два года существования Если брать такой критерий, то мы уже не те 90% То есть Rolling Stones уже не распадутся никогда, даже если распадутся Интересный подход Может быть Кстати, я тоже слышал такую информацию одну, что какая-то известная группа уровня U2 и Rolling Stones говорили о том, что у них брали интервью, и они сказали Да мы собрались в гараже, думали поиграть пару песенок, потому что, ну, что-то захотелось Вот, и в итоге вот уже 30 лет на сцене, известно на весь мир Может быть, вы тоже, когда собирались вот поджимовать, и вот сейчас уже три года прошло, а через 10 лет Уже три ничего, четыре ничего Через 10 лет я вас приглашу в гости к себе на радио, а вы уже скажете, ну, нет, Вадим, слишком низкого полёта уже Нам на какое-нибудь там американское радио Я думаю, наш... Не дай бог Я думаю, наш бухгалтер может такое сказать через 10 лет, он человек рассудительный Хорошо, ребята, я благодарю вас за то, что вы пришли ко мне в гости с позитивным настроением, за приятную беседу Напоследок ещё что-нибудь послушаем? Да, давайте послушаем, это будет песня Bullets in the Candy Shop, третья оригинальная песня Самая эпичная на всём EP Самая глубокая, скорее всего, не самая простая, а для раскусов, скажем так Ну, кто-то, может быть, теперь задумался и поставил радио рядом с записывающим устройством каким-нибудь, чтобы записать и потом... Лучше скачать Вот, оказывается, что можно всё в свободном доступе Да, есть Естественно, всё в свободном доступе Всё для народа Есть Facebook, Reinday Station, есть SoundCloud и даже на Bandcamp.com мы недавно тоже сделали аккаунт Желание можно скачать, не стоит, по старинке В общем, кто ищет, тот найдёт Reinday Station у меня в гостях были Ребята, ещё раз спасибо, удачи вам Удачи, спасибо В эфире была программа «На волне стремлений» В студии был Вадим Голицын Всем хорошего настроения, слушайте хорошую музыку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова